Батарейка советская, СССРовских времён, элемент 373. Срок годности, как на нём написано, 12 месяцев. Но на самом деле она до сих пор работоспособна. Сейчас мы этот элемент проверим на работоспособность непосредственно по мультиметру, как на короткое замыкание, так и напряжение, то, что оно выдаёт. Посмотрим первую батарейку и вторую батарейку. Итак, произведём замеры по мультиметру. Рычажок мультиметра сейчас находится на 20 вольт постоянного напряжения. Итак, мы фиксируем напряжение 1,49 вольта. То есть батарейка до сих пор сохраняет работоспособность практически 1,5 вольта. Также сейчас проверим вторую батарейку. Вдруг она показывает иные значения, а это какой-нибудь вариант случайный. Нет, мы смотрим и напряжение у нас также 1,49 вольта. Произведём ток короткого замыкания. 82 мА было короткого замыкания. То есть батарейка до сих пор работоспособна. Силу тока она, конечно, показывает не настолько высокую, но она работает. После нагрузки проверяем вольтаж. Вольтаж немного просел, но он восстанавливается. Проверяем вторую батарейку на её жизнеспособность отдачи силы тока на короткое замыкание. Сила тока 79 мА было. Ну и она, естественно, падает. Сейчас проверим вольтаж. Он должен просесть. Вот 1,4. Но он будет восстанавливаться. Так что, ребята, смотрите, какие батарейки у нас изготавливали в Советском Союзе. Сколько лет прошло. И до сих пор они работоспособны. На всякий случай поставил последовательно 2 батарейки. Светодиод реально будет гореть. Почти 3 вольта. Спасибо за внимание. Кому понравилось видео, ставьте палец вверх. Кому не понравилось, ставьте соответствующую оценку. Ну, я надеюсь, вам понравилось видео. Всем удачи. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...